Мы снова в Польшу. В этот раз мы едем в город Шетцин. Шетцин, или по-немецки Штетин. Первый город за немецкой и польской границей. Портовый город, международный город. Здесь очень много мигрантов. О чем вы сейчас подумали? Можно было подумать, что речь пойдет сейчас о беженцах из Сирии. Но нет, мы говорим о украинцах. Здесь есть украинские магазины, даже фильмы показывают в кинотеатре на украинском языке. Отсюда ездят шесть различных перевозчиков в Украину. Для Шетцина украинцы важны. Но теперь здесь беспокоятся, что украинцы начнут двигаться дальше. Ирина Николенко приехала в Шетцин в 2004 году. Она была из самых первых украинских мигрантов в этом городе. Я влюблена в Шетцин. Этот город мне напоминает мой родной город Херсон. Я никогда не думала, что я буду здесь работать. Но я смогла. И теперь я не хочу ничего менять. Поначалу она работала косметологом. Позже она открыла ресторан в этом городе. 10 из 13 сотрудников – украинцы. Украинцы могут получить польскую рабочую визу, если они могут предъявить польский контракт на работу. Украинцы в среднем зарабатывают меньше, чем поляки. Они берутся за все малооплачиваемые работы. Ведь украинские дипломы здесь ничего не значат. Гости Ирины – это поляки. И также иностранные туристы. У Ирины все получилось. Ее ресторан пользуется большим спросом. Но ей грустно смотреть на статус ее соотечественников. Люди, которые посылают мне свои резюме для работы в качестве помощника на кухне, имеют дипломы. Это очень грустно. Правда грустно. Шеттин – один из самых любимых городов украинских мигрантов. Каждый четвертый приехал из Украины. Вывески с информацией на стройках часто вывешиваются на двух языках. Анджа Кульпа – владелец рекрутинговой компании. Он пытается дать каждому украинцу работу, который к нему обращается. Имеется спрос на неквалифицированных рабочих, но также и на квалифицированных. К примеру, на сварщиков, на швеи или фрезеровщиков. В среднем украинцы в Щецине зарабатывают 750 евро чистыми. Это в три раза больше, чем у себя на родине. Фирмы довольны, что им удается найти сотрудников. Им подходит, что украинцам надо платить меньше. В некоторых фирмах в Щецине одна третья часть всех сотрудников – украинцы. Но скоро все это может измениться. С 1 января в действие вступает новый немецкий закон. Этот закон позволит людям из дней Евросоюза работать в Германии. Если люди найдут себе работу в Германии, они получат разрешение на работу на два года. Этот новый закон вызывает, мягко сказать, беспокойство у польских фирм. Они боятся, что их украинские сотрудники будут искать свое счастье в другом месте. Фирма ТТС строит яхты. У них работают 50 украинских сотрудников. Шеф фирмы уже сейчас страхуется, если вдруг его сотрудники примут решение поехать в Германию. Мы понимаем, что люди всегда готовы поехать дальше. Поэтому у нас работают только 10-15% мигрантов. Тем самым мы в долгосрочной перспективе безопасности. Здесь работает Сергей. В Украине он изучал информатику. Хочет ли он найти работу в Германии? Пока я здесь вижу свое будущее. Если я увижу, что здесь больше некуда развиваться, то тогда, может, я уеду. Семья Романов-Кос уже 4 года живут в Щецине. Валентина и Сергей работают 6-7 дней в неделю на одной фабрике. Их дочь Татьяна учится и подрабатывает в рекрутинговой компании. Ее родители гордятся работой их дочери. В Щецине они уже прижились. И вскором планируют купить здесь квартиру. А они думают о переезде в Германию? У нас на фирме давно об этом говорят. Три месяца уже говорят об этом. Да, люди говорят об этом. Многие украинцы переедут. Особенно те украинцы, которые хотят заработать деньги, чтобы потом купить себе квартиру в Украине. Эти люди точно переедут в Германию. Но мы настроены жить здесь. И что изменится в Щецине, если украинцы уедут отсюда? Очень трудно будет полякам, если украинцы уедут отсюда. Тогда у них не будет рабочих. Что ж, дорогие друзья, здесь предельно все ясно. Ведь это совершенно нормально и понятно, что человек поедет туда, где зарплата будет выше. Может, полякам нужно уже подумать, что пора перестать использовать людей по полной, в качестве дешевой рабочей силы. И наконец-то начать к ним относиться, как к людям. И платить им достойные зарплаты. Ведь все люди, в принципе, хотят работать, чтобы жить. А не жить, чтобы работать. Оставайтесь с нами, дорогие друзья. Поддержите наш проект, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите ваше мнение в комментариях.